Обязательный ритуал перед запуском корабля в большое плавание. Сегодня он доверен крестной маме судно-рельеф Наталье Федориновой, как говорится, на удачу. Крестить корабли подобным способом начали еще несколько тысячелетий назад, сравнивая обряд с таинством, похожим на крещение при рождении человека. Как бы обычно, ребенка крестишь, так же и крестишь этого же корабля, так же. Вот и за ним в ответе, за него потом. Сейчас волнение есть? Есть, конечно. У судно-рельеф, как и у его собрата корабля Василий Аршинов, одинаковая миссия – обследовать глубину водоемов, русел рек и составлять карту рельефа, для того, чтобы остальные суда могли идти не вслепую, а знать об опасностях, поджидающих впереди. Помогает в этом специальное промерное оборудование, которое сканирует рельеф дна и снимает его в 3D-модели в цвете. Обследовать водоемы судно-рельеф уже сегодня отправится в Нижний Новгород. Ну а корабль Василий Аршинов, названный в честь одного из ветеранов речного флота, ждут в северной столице, городе Санкт-Петербург. Я хочу отметить, что предприятие вышло уже на ритмичную работу, имеет портфель заказов до 27-го года, включительно, да, Сергей Викторович? И очень надеюсь, что этот портфель заказов будет пополняться благодаря вашему профессионализму, вашей ответственности, тому, что вы осваиваете когда-то утраченные компетенции и восстанавливаете их здесь, на Самарской земле. Первые два корабля «ГАЛС» и «Вадим Викторовский», близнецы сегодняшних, собранные на Самарском судостроительном заводе, были торжественно спущены на воду в июле этого года. Тогда же заговорили о том, что суда такого класса впервые были построены в России. Их техническое наполнение полностью соответствует всем современным требованиям и стандартам. И сейчас в строительстве находятся еще три таких же промерочных судна, три пассажирских судна, вот они строятся, вы их видите, на стапелях стоят с левой стороны. И подписан контракт еще на строительство морского груза пассажирского парома. Стоит отметить, что промерные суда не строили в нашей стране с советского времени. Поэтому проект, реализованный в Самаре, по словам специалистов, можно по праву назвать уникальным. Да и технический флот как никогда востребован. Русло рек меняется, и промеры необходимо делать постоянно. Без разведчиков речных глубин, как часто называют эти суда, невозможно представить развитие судоходства. Со спуском на воду новых судов руководство и сотрудников судостроительного предприятия поздравили первые лица региона и города, пожелав кораблям семь футов под килем традиционного на флоте пожелания, удачи и благополучного плавания. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.